Всем привет дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию хочу представить колясочку. Она сейчас появилась в ассортименте сети магазина First Buggy. Первая коляска. Это колясочка от немецкого очень известного бренда Cybex. Моделька имеет такое интересное звучное название Orfeo. Вот. Эта колясочка ультракомпактная для путешествий, для теплого времени года, для мобильных, скажем так, родителей, кто не хочет себя нагружать тяжелыми колясочками. Вот для них она подходит идеально. Вообще Cybex в этом направлении очень достаточно сильно развивается. У них есть и изи, и бизи. Еще есть совсем ультракомпактная колясочка. В общем, я внизу оставлю ссылочку на бренд Cybex. Там посмотрите и на эту, и на остальные варианты. Есть из чего выбрать. Действительно хорошие, качественные колясочки. Ну, Cybex, друзья, тут по-другому не бывает. Немцы, напомню. В двух словах технические данные. Короткие, подробные по ссылке внизу. Год гарантии. С сидением, вот как она есть, она весит 6,8 килограмма. Спинка у нас имеет 120-165 градусов угол наклона. С 6 месяцев можно использовать не с рождения, друзья. Вот. Это где-то до 4-5 лет, потому что она 22 килограмма выдерживает. Ширина колесной базы, друзья, здесь 53 сантиметра. Вполне себе хороший показатель. Вот. Поэтому такие базовые данные мы с вами разобрали и начнем изучение ее сверху вниз. Кстати, что касается комплектации, друзья, сразу скажу, потому что в комплекте нет ничего. Только лишь хорошее настроение, покупки классной коляски. Бампер нужно будет здесь приобретать, друзья, отдельно. Я его сейчас вам здесь не демонстрирую, потому что его в комплекте нет. Но ссылочку, опять же, внизу на этот бампер вы найдете. Можно будет пристегнуть. Здесь специально для этого есть отверстие. Поэтому бампер не проблема. Просто чуть-чуть нужно будет доплатить. Так. Изучаем сверху вниз. Начинаем с ручки. Ну, друзья, у Сайбекса по-другому не бывает. Хорошая эко-кожа, такая плотненькая в обивке ручки с прострочкой. Все вот как я люблю. Все нормально. Вот. Толщина ручки вот чуточку бы потолще на мой вкус. Но в целом, окей. Высота у ручки не регулируется никаким образом, друзья. В характеристиках внизу есть расстояние от ручки до пола. Посмотрите. Вот 186 мой рост. Большинство колясок не подходит. Я думаю, это что-то усредненное обычно производители делают. Дальше. Козырек, друзья. Вот он есть. Из двух секций. Регулируется бесшумно полностью. Не хватает, конечно, еще одной секции. Но в ультракомпактах обычно не бывает огромных козырьков. Здесь нужно что-то урезать, чтобы она была небольшой. Что касается сидения, друзья. Здесь мне нравится обивочка побольше. Потому что именно на сидушке здесь у нас используется, кстати, высокая очень сидушка для рослых детей. Здесь сетка на попе и, собственно, на спине. Пятиточечные ремни, мягкие накладочки. На паховой зоне накладочки, друзья, нету. Вот. Кстати, вот положение 165 уже выставилось у нас автоматически. Вот. И давайте я посажу до 120. Регулируется все ремешком. Просто тянем. И все. Вот у нас 120 градусов. Спинки 90 градусов не делают, потому что вредно ребеночку маленькому сидеть. Это нагрузка на спину, если он вертикально сидит. Поэтому производители делают завал спинок, чтобы спинка у ребенка отдыхала. Просто я к тому это говорю, что много родителей хотят. Мы хотим, чтобы ровно было. Не надо. Надо, чтобы она была вот такой. Так. Что касается, кстати, задней стеночки. Давайте посмотрим. Регулируется обратно с помощью кнопочки. Отжимаем. И, если что, есть возможность вот эту заднюю стенку. Она здесь вот на липучках и на кнопках открыть. И будет сзади проветривание. Вот. Она прям глубоко внахлёст закрывается. Мало ли ветреная погода. Вы захотите ее там в пасмурную погоду, в холодное время использовать. Можно будет накидку на ножки. И, собственно, закрываем. Сзади не поддувает. И более-менее ребенок хорошо из-за этого закрыт. Так. Что касается, друзья, шасси. Давайте на шасси посмотрим. Нормальное человеческое шасси. Металлическое, соответственно. Сборка. Я не знаю. У Сайбекса нет колясок с плохой сборкой. Друзья, здесь все со сборкой хорошо. Колеса у нас, естественно, не надувные. Вот такие прикольные. Полиуретановые. Очень легкие. Вот багажничек у нас здесь. Я бы назвал такой багажник, как программа минимум. Всякую мелочевку необходимую вы туда загрузите. Но крупного, естественно, ничего. Вот. Что касается тормоза. Вот такая вот кнопочка. Просто носиком толкаем в обуви. И блокируем. И ставим на тормоз. Тоже, в принципе, хорошо. Что касается амортизации. Сзади нету амортизации. Давайте посмотрим спереди. Спереди обычно антишок ставят. Да, здесь есть. Когда спереди он стоит, это 90% успеха плавной езды. Так, друзья. Давайте теперь мы ее сейчас сложим. Посмотрим, насколько она у нас маленькая, компактная. Потому что она у нас для путешествий. Вот так вот. Спиночку. Сейчас поправим. Здесь есть специальный такой ремешочек. Так раз. И она фиксируется. Вот такая вот миниатюрная, малюсенькая колясочка для путешествий, друзья. Она прям, ну, очень слимберская, скажем так. Плоская, компактная. Поэтому для путешествий подходит очень хорошо. Единственное, когда вы полетите и захотите взять вручную кладь, посмотрите размеры ручной клади той компании, которой вы летите. Потому что они все же немножечко отличаются. Вот. И, собственно, убедитесь, возьмут у вас ее вручную кладь в самолете или же нет. С одним движением она раскрывается и ставится. Вот, собственно, и все, друзья. Здесь особо много не добавишь. Классическая, ультракомпактная, качественная коляска от крутого бренда. Каким Cybex, собственно, и является. К нему реально вопросов мало. Вот. Если она вам понравилась, ссылка внизу в описании. Можете заказать ее вам на следующий день или день в день привезут. Если вы сомневаетесь, еще с какой-нибудь выбираете. Можете заказать две такие колясочки. Ну, не эти, а еще какую-нибудь. Да даже, в принципе, и такую же, но другого цвета можете заказать. Вам домой привезут, вы выберете и какую-то одну купите. Первой коляске можно делать так. Собственно, все, друзья. Я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. Будут вопросы в описании. Пишите комментарии, на все отвечу. И удачи вам на дорогах. Всем пока.